Борис Акунин Сказки народов мира Иванушка ясны очи Русская сказка Давным-давно в нашем царстве В русском государстве Жил-был ученый книжник Много лет читал он ветхие летописи Редкие книги и потайные сказания Выискивал в них сокровенные смыслы И сокрытые знати Которые объяснят суть бытия Или хотя бы помогут найти счастье И вот он состарился Собрался помирать Позвал сыновей Их было трое И сказал им Много я прочитал Да немного вычитал Суть бытия никто не знает А кто пишет, что знает, тот врет Про счастье же некое время назад В одном цифирном трактате Я кое-что выведал Но мне, старику, это сокровище незачем Да и добывать его страшно Вот я и не стал Вы иное дело, вы молодые Тут старинушка умолк И сыновья напугались Не испустил ли он дух Про главное не договоривши Стали они кричать Батюшка, батюшка Стали его трясти Тогда книжник умирать повременел Открыл глаза Повел речь дальше О чем я говорил, дедушки? Про смысл бытия? Нет, нет, про счастье Про сокровище, которое добывать страшно Что за сокровище, батюшка? Где оно? Знаете, где живет баба Яга? Спросил отец Дорогу туда ведаете? За синь лесом, за мертвой чащей Дорогу туда всять изведает Эта дорога обратно никто не знает Кто ходил, ни один не воротился Туда вам и путь, коли насмелитесь В самое ее логово В избу на курьих ногах Сыновья переглянулись Двое старших поежились Младший усмехнулся Ему вечно все весело было Изба на курьих ногах Не просто дом Она ворота в тот мир Входишь с нашей стороны А когда изба повернется задом Выходишь уже там Прознал я из трактата Что по ту сторону Сразу с крылечка сойдешь Изумрудный луг А за ним снежная роща И в той роще Обретаются ключи счастья Что за счастье Отворяют те ключи В тайной книге не сказано Известно лишь Что изба на курьих ногах Поворачивается отсюда туда Только в полночь Когда тринадцатое число Приходится на пятницу А времени Чтобы добежать до снежной рощи И вернуться обратно Немного Там кукует кукушка И как только крикнет она В шестьсот шестьдесят шестой раз Изба поворачивается обратно Не поспеешь Сиди с той стороны До следующей пятницы тринадцатого И еще важное Надо б на Чтобы ночь Выдалась полнолунная Когда Баба Яга Не может дома усидеть Вы знаете При полной луне Она носится В своей ступе по небу Высматривает ночных путников Высасывает из них естество А из кожи делает чучелы Не попадитесь еде на пути Не тем более в избе Сказал это старик Благословил детишек Еще немножко поболел Да приставился Схоронили его сыновья Стали сами жить Были они и погодки Все родились на Ивана Купалу И потому поп Не мудрствуя Окрестил их Иванами Чтобы не спутать Люди звали старшего Иван Ума Палата Он был башковит Среднего Ваня Златорук Он был на все руки мастер А младшего Ванька Дурень Он был не то чтоб дурак А дурной Вечно лезет в воду Не зная броду Сначала сделает А потом думает И то не всегда Пожили они втроем год-другой И вот настал день Когда пятница Пришлась на тринадцатое Да еще на полнолуние Братья давно уже того ждали Друг перед дружкой Храбрились А тут надо идти И боязно Иван Ума Палата говорит Вы как хотите А я себе счастье своим умом добуду Без волшебства Ваня тоже передумал Я говорит со своими руками И так себе добра наживу Один только Ванька не дрогнул А я схожу погляжу Что за ключи счастья такие Если что Не поминайте лихо И пошел себе Он же дурень был Про других братьев Что еще сказать Все вышло как они задумали Старший добыл себе покойного Счастье какое бывает Только у умных Средний нажил себе Всякого добра Ай бог с ними Счастливо и покойно Только жить приятно А сказку про то Сказывать скучно То ли дело Про беды и злосчастье Тут еще надо знать Вот что В мире счастья и несчастья Доброго и злого Аккурат поровну И если один Забрал себе все хорошее Значит другому Достанется только лихо Кому на роду суждено Скакать по ухабам Тот мимо ямы не проедет До сень леса Ванька дошел Еще засветло Когда бояться нечего Но ступил Под высоте и сосны Все окрест засинело Загустело Заухал филин Где-то вдали Завыли волки Темнело Под шагами Недобро хрустели ветки Кто поумней Повернул бы Восвоясь А дурень Знай себе Топал Да насвистывал Заблудиться он Не боялся Дурные Мало чего бояться Шел на авось Бездумно Когда совсем Закромешничала Подобрал Землепалку Замахал Ею перед собой Чтобы не наткнуться На дерево И ничего Не натыкался Волки Убрались От стука Подальше Медведь Не проснулся Когда же Ванька Вступил В мертвую Чащу Зашла Луна Осветила Сухостой Бурелом В это диблое место Люди и звери Не забредали Даже днем Нечего тут Было делать И тишина Вокруг стояла Как на ночном Погосте Только вдруг Засвистела Наверху Загудела Дурень Задрал голову Ишь ты Несется Над верхушками Мертвых деревьев Здоровенная бочка А в ней Старуха С добрую Коровищу Глаза Красными Угольями Седые Лохмы Вьются По ветру Баба Яга Летит Да похохатывает Скорую Поживу Чует Ей В полнолуние Самый Смак Вот она Какая Яга-то Сказал себе Ванька Ишь Злыдня И с дуру Перекрестился Лесная Ведьма Увидать Его не Увидала Но Святое Знамение Почуяла И Хохотом Подавилась Тут 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 Пакостит Завыла Она Сверху Зажру Ух Турню Хоть Натур Что Скочил Стряхнулся Побежал Дальше Радуется Что проклятая Изба Без Хозяйки Осталась Долго Ли Коротко Ли Пробирался он скверным лесом, но незадолго перед полуночью вышел на большую поляну. Сверху льется серебряный свет, внизу за чистоколом горбатится островерхий домок, навроде поставленного торчком гроба, то ли дом, то ли домовина, а позади него клубится мгла. Если в мертвой чаще было тихо, как на ночном кладбище, то тут и вовсе беззвучно стало, будто в могиле глубоко под землей. И шибко думая, а правду сказать вовсе не думая, помчался Ванька в припрыжку к ведьминому жилищу. Скоро разглядел, что чистокол составлен из серых столбов, ворота нараспашку, заходи, кто хошь, к дому ведет мощеная дорожка, окаймленная белыми круглыми камнями, а по сторонам шелестит, колышется под ветром, блестит под луною темная стриженная трава. Избу тоже рассмотрел, была она неладно сложена, да крепко сшита, бревнышко к бревнышку, с двумя темными занавешанными окошками, стояла на двух упористых узловатых лапах. — Чисто бабка живет основательно, — сказал сам себе Ванька, — хоть и ведьма, а порядок любит. От бега он запыхался, решил малость передохнуть, оперся о воротный столб, а тот гладкий, податливый, будто кожаный. Поглядел, а это не столб, ногой труп с сомкнутыми очами, весь сморщенный, впритык к нему другой, третий, четвертый, и весь чистокол такой мертвец к мертвецу, кожа человечья, а внутри сено иль трава. Вот куда яга девает тех, из кого естество высосало. На что дурень бесстрашный был, а тут шарахнулся, завопил. — Мамушки! Только дальше стало еще страшней. Раздался громкий скрип, дом проснулся, переступил с лапы на лапу, занавески сами собой раздвинулись, в окошках замерцали огоньки, будто открылись два зловещих глаза. Есть люди, которые от страшного прочь бегут, а есть кто наоборот, словно мотыльки на огонь. Таков был и Ванька. Перепугался он еще пуще да дрожи, заорал из тошней прежнего, но не попятился, не зажмурился, а ступил на мощеную дорожку и вперед. А чтоб не видеть жуткой избы, глаза к низу опустил. Только лучше бы он этого не делал. Круглые камни по краям дорожки оказались людскими черепами, а трава по бокам никакой не травой. Там шипели и переплетались лесные гадюки. Многие тысячи тянули к незваному гостю свои хищные головки, сверкали лютыми бусинами глазенками. Взвыл дурень, избу и бояться позабыл, тянулся в нее, как в убежище, пулей влетел по крылечку, захлопнул дверь и только внутри перевел дух. Уф! Страсть господня крестится, однако, поостерегся. Покачалась изба, поскрепела, будто ворча, да и успокоилась. Малость пришел в себя и Ванька, принялся осматриваться. Сначала ему показалась горница, как горница. Печка, стол, сундути, лавки, на полках стеклянные банки с вареньями, с потолка свисают вязки сушеных грибов. Все-таки бабушка, как бабушка, хоть и яга, подумалась Ваньке. Тоже и у ней свое хозяйство. Только поглядел, а это не грибы, уши человечьи, а варенье в банке не из простых яблок, из глазных. Попятился он от таких ужасов в печке, так, как лязгнет заслонкой, будто чугунной челюстью. Ванька от греха на стол забрался, об одном думает, поскорее бы полночь. Луна уже на самую макушку неба взобрана. Изба опять начала потрескивать, вздыхать, переминаться с нади на ногу. Сейчас повернется к этому миру задом. А к тому... Ванька бояться перестал. Кинулся к окошку. Любопытно стало посмотреть, где граница между этим светом и тем. Дурни потому и дурни, что в них любопытство сильнее страха. Но только домовина закряхтела, только начала поворачиваться, как из черной чащи. Вылетела, да над лунной поляной со свистом понеслась ступо, и в ней косматая старуха. Глаза горят, метлой, как веслом, по воздуху загребает. Раскатился над поляной вопль. Кто ко мне залез? Кто заклятие потревожил? Догадался Ванька, что баба Яга, уходя, на избу заклятие кладет, Которое ей знак посылает, если в доме чужой. Потому, знаете, ворота нараспашку. А видно, надо пропадать, подумал дурень. «Стояйте мне кожаным столбом в ейном заборе, Глазоньки мои пойдут на варенье, уши на засушку». Зажмурился, да и просмотрел, как изба повернулась к нашему миру задом, А к ненашему передом. И хорошо, что просмотрел, повезло дурню, А то из него дух вон, такой уж порядок. Открыл Ванька глаза, когда дом замер на месте. И тут уж дожидаться не стал. Бросился опрометью вон, ну ее к лешему такую избу. Скатился по ступенькам, да слеп от дневного света. Споткнулся, полетел лбом в траву. Она была такая ярко-зеленая, блестящая на солнце, переливчатая, Словно сплошь из изумрудов. «Э-э-э», — сказал себе дурень, садясь, — «вот он, изумрудный луг, Про который в потайной книге прописано. Где тут у вас снежная роща?» Увидел вдали рощу. Была она не снежная, а березовая, но стволы такие белые, Словно вправду вылепленные из снега. Где-то закуковала кукушка. Разом позабыв про пережитые ужасы, Ванька вскочил, помчался вперед за ключами счастья. Считать кукушкин крика, однако же, не забывал. Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. Помнил, что до счета шестьсот шестьдесят шесть надо назад поспеть. Не то изба на курьих ногах ссызнова повернется, и пиши пропала. Как мимо страшной хозяйки проскочить. О том Ванька пока не думал. Не было у дурня такой привычки вперед думать. А вось как-нибудь устроится. Ну-ка, коти, они ключи, Приговаривал Ванька, бегая между берез. Верно, золотые или яхонтовые? И услышал тихое журчание. И увидел три валуна. Под каждым бьет ключ, А поверху высечена надпись. На одном камне написано. Кто отсюда и запьет, умен станет. На втором, кто отсюда и запьет, удачлив станет. А на третьем, кто отсюда и запьет, пригож станет. Вот какие это ключи были. И золотые, не яхонтовые, А водяные, которые из-под земли бьют. Обрадовался Ванька. Ух ты, думает, сейчас напьюсь отовсюду, Сделаюсь умней, удачнее и красивее всех на свете. Вот оно, счастье, с умом-то опущи того с удачи, Как никто и мимо чертовой бабушки проскочу. Надо было поспешать. Кукование уж на третью сотню пошло. Однако попалась в Ваньте на глаза Еще одна надпись, четвертая, Висела поверху. Прочитал он ее, Зачесал в затылке. Надпись была такая. Кому одного ключа мало покажется, Захочет еще и из другого испить, Тот мертв падет. Тут же рядышком и спеллет лежал. То ли кто-то шибко жадный, То ли до конца не прочел. Костяка Ванька после всех бабтиных у покойников не испугался, Но пить из трех родников передумал. Как уж говорилось, был он дурень, но не дурак. Стал выбирать, что лучше. И тут уж, хочешь не хочешь, думать пришлось. Умным становиться Ванька сразу не соблазнился. Сказал себе, у нас в семье Иван умный, хватит. Но насчет удачи и пригожести долго мучился. И того хотелось, и этого. Потом говорит себе, Шибко удачливым быть скучно. За что не возьмись, Лихая вывезет. Скоро надоест радоваться. Иззеваешься. Хлебну-ка я лучше пригожести. По правде же сказать, Главное соображение у него было вот какое. Удачливость она когда еще себя покажет. А на свою новую красу Можно полюбоваться прямо сейчас. Зачерпнул ледяную воду горстью. Да и выпил. Сладко. Зеркальца у него с собой не было. Потому нагнулся над бочажком, Куда сливались все три источника. Стал смотреть. Ох, да чего же он стал хорош. Даже в воде было видно. Брови изогнулись дугами. Очи засияли. Нос заорлился. Зубы засахарили. Волосы вскудрявились. Еще и выросли. Завились усы. Молодцу для красы. Долго не мог Ванька на себя налюбоваться. Спохватился. А кукушка давно уж умолкла. Матушки мои! Ахнул красивый Ванька. Это ж я в наш мир теперь до следующей пятницы тринадцатого не ворочусь. Взял прутик. Стал на земле числа и дни недели писать. Выходило, что ему в том мире, который для него теперь стал этим, придется как-то семь месяцев обитать. И это по самому меньшему счету. Если на следующую годную пятницу полнолуние выйдет, надо было как-то обживаться. Пошел Ванька гулять по тому свету и скоро увидал, что бояться здесь вроде нечего. Те же леса, поля, рети, светит солнце, поют птицы. Вдали видно деревни, и они почище наших. На холме пестрит разноцветными крышами городок. Ничего себе нарядный. Осмелел дурень, вышел на дорогу. Там люди самые обыкновенные, у всех нос, уши, глаза. Говорят, промеж собой по-нашему. Одеты только чудновато. А это привыкнуть можно. И все на него на Ваньку пялятся. Он сначала подумал, из-за лаптей и косоворотки. Тут-то ходили в башмаках, а носили камзолы. А нет. Встречные глядели на Ванькино лицо. И мужики с парнями сердито супились, а бабы с девками розовели. Хе-хе-хе, сообразил тогда дурень. Напригожесть мою изумляются. Подвело у него брюхо. С вечера маковой росинки во рту не было одни переживаний. А мимо баба идет с лукошком пирогов. На базар или еще куда. Он попросил один в ресторане. Кого ради? Удивилась баба. Видно, на том свете про Иисуса Христа не слыхивали. Да так Вантиной красой залюбовалась, что давай его потчевать. Кушай, касатик, угощайся. Так он все лукошкой умял. Больно хороши пироги оказались. А баба ему. Пойдем ко мне, красный молодец, у меня в печи еще есть. Нет, баба, я пирогов боли во всю жизнь в рот не возьму, Сказал Ванька и пошел. А пирожница горько заплакала. И пришла дурню в голову мысль, что нечасто случалось. Коли ему тут долгие месяцы, а то, глядишь, и годы куковать, не жениться ли? Чай из-за такого пригожего всякое пойдет. Будешь сыт, домашен и обхожен, плохо ли? Тут и город показался большущий, не иначе столичный. Отправился Ванька на базар, в ряд, где свахи сидят. Нашел самую важнющую. Сидит, чай из самовара пьет, пряником прикусывает. Так, мол, и так, говорит ей Ванька, имею желание пожениться. Какая у вас тут самолучшая невеста? Сваха на него поглядела, языком подсокала. Такому кавалеру, говорит, только первейшая на весь город боярышня подойдет, Василиса Патрикеевна. За великую мудрость зовут ее Премудрую. И нет на всем свете жениха, кто бы ей ровня. Она уж мне сетовала. Видно так, вековухой и проживу. Ну, на тебя и у нее сердце дрогнет. Пойдем, говорит Селезень, отведу тебя к Василисушке. Э, нет, отвечал ей Ванька. Сначала пойду на нее посмотрю, а то, может, она страшнее смертного греха, твоя Премудрая. Там же на базаре спросил, где, мол, жительствует боярышня Василиса. Ему и сказали. Пришел Ванька в указанное место. Видит двор, во дворе терем. Подходит, у окна сидит девица. До такой несказанной красоты, что дурень встал, будто каменный не шелохнется, не мигнет. И дева тоже на него смотрит, глаз не отрывает, не дышит. Не сразу, а время спустя, сдернул Ванька шапку, поклонился. Здравствуй, Василиса Потритеевна. Очень нежелательно на тебе жениться и жить с тобой, не расставаясь, коль подарит судьба. Она ему в ответ. Потритеевна, то Василиса Премудрая, а я Василиса Елисеевна. Меня еще зовут, не знаю почему, Василисой Прекрасная. Понял Ванька, что его на базаре никто и Василисе послали. Видно, спрошен и рассудил, что это кому красавцу, красавице и нужно. Но ошибки дурень нисколько не огорчился, только обрадовался. Бог с ней, с Премудрой. Мне только ты нужна. Звать меня Ванькой Дурнем, ни гроша у меня нету, но любить я тебя буду крепче, всякого царевича-королевича. И я тебя полюбила, молвила ему красавица. Как такого не полюбить? Давай жить, не расставай, сколь подарит судьба. Я согласная. Лучше с тобой в лесном шалаше, чем тут, в заперти, со двора не выходя. А почему ты со двора не выходишь? Нельзя мне. Кощей бессмертный, которого весь свет трепещет, рассылает повсюду лазутчиков, высматривает самых красивых девушек, которых заметят, к нему бедных забирают. Ихней красотой он изверг свое бессмертие питает. Так всю жизнь у окошка и сижу. Забери меня отсюда, милый. Я бы за тобой хоть сейчас пошла, все равно куда. Но у меня батюшка с матушкой. Как без ихнего благословения? Ты вот что, приоденься понаряднее, да приходи свататься, чин по чину. Батюшку с матушкой я уговорю, мне от них ни в чем отказу нет. Только Ванькой дурнем больше не зависть. Отныне для меня и для всех будешь ты Иванушка ясной очи. На то мы условились. До ворот удачи Иванушка ясной очи раз десять к своей суженой обратился. А она ему все платком махала. Иванушка ясной очи. Иванушка ясной очи.